Девушки отдыхают Я не помню, чтобы я о нем слышал Ну, конечно, слышали, сэр Эти развалины находятся возле скал Шарп Эдж Это единственное здание на той пустоши, вы его не пропустите Извините, но почему вам это интересно? Ну, мне просто интересно было узнать, где это Думаю, мне пора Я вернусь к работе Я не знал, найду ли я Джеймса на скалах Что-то, однако, говорило мне, что это именно то место, где он хотел встретиться с Уильямом Это место выглядит точно так же, как на картине Джеймса Ничего интересного Дно пропасти скрыто густым туманом Глубина не меньше 15 метров, судя по плеску волн Кто-то зажег огонь Если Джеймс действительно там, нужно быть готовым ко всему Сначала я осмотрюсь Может быть, мне следует осмотреться возле маяка Прежде чем я зайду посмотреть, что там внутри Мояка 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 Субтитры создавал DimaTorzok Это мелодия? Я знаю ее. Да, вы ее знаете. Попытайтесь вспомнить, Джеймс. Я... Я много раз слышал ее, когда был маленьким. Поверьте мне, я говорю вам правду. Я Сэм. Уильям был моим другом. Сэм? Я не помню имени. Это было так давно? Уильям воспитал вас как собственного сына. Я хочу вернуться домой. Я... Я послал Уильяму письмо, но он не ответил и не пришел навестить меня. Он не смог прийти, Джеймс. Это я нашел вашу записку, и поэтому я пришел. Почему он не смог прийти? Он болен? Он... Уильям... Уильям мертв. Нет, я не верю вам. Вы лжете. Он придет за мной и заберет меня домой. Вы должны мне поверить, Джеймс. Уильям умер несколько дней назад. Его тело нашли у старой башни. Все считают, что это был несчастный случай. Но я в это не верю. Я пришел к вам, потому что вы можете помочь мне узнать правду. Я? Я ничем не могу помочь. Я больше не верю в правду. Но вы знаете то, что может мне помочь разыскать ее. Вы должны мне помочь. Я даже не знаю, кто вы. А вдруг вы меня обманываете? А что, если вы пришли, чтобы забрать меня назад? Сейчас я ваш единственный друг, Джеймс. И если вы расскажете мне то, что вам известно, я помогу вам вернуться домой. Почему я должен вам верить? У вас нет выбора. Может быть, вы действительно мой единственный друг. Если вы лжете, это все равно не имеет значения. Я никогда туда не вернусь. Я скорее убью себя, чем снова окажусь у этих людей. Вам не нужно будет этого делать, если вы поможете мне. Хорошо. Я расскажу вам то, что вас интересует. Джеймс, я знаю, что вы жили в этом замке. Почему Уильям оставил вас в Эшбуре? Это был не Уильям. Это Роберт бросил меня в это ужасное место. Он упрятал меня там, вопреки воле Уильяма. Он сказал ему, что мне надо подлечиться, что это всего лишь на пару недель, что это мне поможет. Но вы так и не вернулись. Он убедил Уильяма, что мне стало хуже, что он должен подлечить меня еще пару месяцев. Уильям поверил в эту ложь и отдал меня под опеку Роберта. Я до сих пор не пойму, почему он так со мной поступил. Как он вообще мог такое позволить? Значит, все это время Роберт лгал ему. Если бы не он, я бы мог вернуться в любое время. Но теперь все изменилось. Я здесь, и никто, даже Роберт, не вернет меня назад. Я ненавижу этого ублюдка. Роберт уехал в Эшбуре два дня назад. Он сказал, что должен уехать по какому-то важному делу. С тех пор его никто не видел. Ни в замке, ни в санатории. Хорошо. Надеюсь, он получил то, что заслуживает. Может быть, кто-то убил его за все его зверства. Я-то точно не буду скучать по нему. Зверства? Тайные эксперименты над пациентами. Он был одержим идеей, что может совершить великое открытие. И не остановился бы ни перед чем. Это он был сумасшедшим. А что именно он делал? Он вкалывал нам какие-то препараты. И некоторые умирали после этого. В тех палатах все для него были просто подопытными кроликами. Почему его никто не разоблачил? Он творил, что хотел. Никто бы никогда его не разоблачил. Когда я сказал, что хочу вернуться домой, он сделал мне укол. Я два дня провалялся без памяти и представлений не имею, что произошло за все это время. Он отлично понимал, что я могу все рассказать. И этим все испорчу. Я не хотел получить еще одну дозу препарата, поэтому я сбежал. Я хочу, чтобы вы взглянули на это. Я знаю, что очень давно Вильям оставил вам похожую вещь. Я бы хотел забрать ее назад. Он вручил мне ее как подарок, когда я был маленьким мальчиком. Я уже давно забыл об этом. Вильям наказал мне беречь ее, как зеницу ока, и никому об этом не рассказывать. Он очень серьезно к этому относился. А где она теперь? Она у вас с собой? Нет, ее бы нашли и забрали у Вильяма. Я спрятал ее в безопасном месте, и у всех под носом. Никому бы даже в голову не пришло искать ее там. Где? Где вы ее спрятали? Не знаю, стоит ли мне говорить вам об этом. Вильям... Вильям мертв, а мне нужно найти эту вещь. Вы себе представить не можете, что мне пришлось сделать, чтобы добыть остальные. Хорошо, я скажу вам. Она в старых канализационных трубах. Глубоко под замком. Но там же нет труб. Вы имеете в виду подвал? Нет, есть такое место. Прямо под подвалом. Вы можете попасть туда через один из водостоков. Я найду ее там? Да. Я должен уйти, Джеймс? Хорошо, я снова спрячусь. Хорошо, я снова спрячусь. Хорошо, я снова спрячусь. Какой неприятный запах. Какой неприятный запах. Может пригодится. Привяжу крюк к веревке. Какой неприятный запах. Какой неприятный запах. Я ничего там не вижу. Какой неприятный запах. Монетка упала в воду, и я не могу спуститься отсюда в подземелье. Какой неприятный запах. В нем несколько монет. Монетка упала в воду, и я не могу спуститься отсюда в подземелье. Я ничего там не вижу. Монетка упала в воду, и я не могу спуститься отсюда в подземелье. Я ничего там не вижу. Монетка упала в воду. Я ничего не вижу. Вводим. 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 Канализационный люк В нем несколько монет Внизу есть вода. Я слышу всплески. Мне не войти отсюда в подземную часть Канализационный люк В нем несколько монет Ничего. Нет воды Джеймс не лгал. Секретное подземелье существует Воздух едва пригоден для дыхания Зачем в подвале фонтан? Возможно, сюда поступала вода из источника, когда замок был в осаде. Эту воду нельзя пить. Она пахнет болотом Воняет, как на болоте. Здесь уже несколько столетий не было свежего воздуха Не могу даже сдвинуть. На решетке цепь с навесным замком Какое-то отверстие. Возможно, здесь чего-то не хватает Вода, должно быть, стоит здесь много лет. В ней плавают водоросли и грязь Должно быть, сюда стекает вода, когда она поднимается слишком высоко Из-за влаги все покрыто ржавчиной. Один из против не закреплен Так не пойдет. Веревка слишком отклоняется Так не пойдет. Веревка слишком отклоняется Деталь какого-то механизма В воде так много водорослей, что колесо даже не утонуло Как мне его вытащить? И я попытаюсь воткнуть здесь пруд Я не могу это сделать. Пруд слишком толстый Я попытаюсь заточить пруд Этого будет достаточно Возможно, этот механизм контролирует насосы в подвале В прежние времена его, конечно, не было Похоже, она забилась Это должно помочь Хорошо Я вставлю пруд в это отверстие Я использую пруд как рычаг Ммм, люк открыт, но вода не течет Я думаю, вода попадает именно сюда Однако решетка закрыта Не повернуть Кислота Ричарда растворила замок, как будто он был сделан из бумаги Вода поднялась до самого края канала Зубчатое колесо из прочного дерева Кислота Ричарда растворила замок Поднялась до того, как он был сделан из бумаги Как он был сделан из бумаги Похоже, она забилась Похоже, она забилась. Продолжение следует... Похоже, она забилась. Похоже, она забилась. Все работает. Механизм действует. Вода стекает в подземную систему каналов. Путь свободен. Вода ушла, но вонь осталась. Несколько веков здесь не ступала нога человека. Здесь так холодно и такая зловещая тишина. Каждый мой шаг разносится эхом вокруг. Должно быть, это шкатулка Джеймса. Наконец-то я ее нашел. Вероятно, он где-то спрятал ее до того, как комнату заполнила вода. Какие-то странные символы. В прошлом у подземели, несомненно, было другое предназначение, чем просто служить водоотводом. Здесь абсолютно темно. Еще один ключ. Джеймс не солгал? Моя голова. Что-то мне нехорошо. Приму свое лекарство. Мне плохо от этого ужасного воздуха. Я отдохну пару часов и вернусь позже. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сэр Сэр Сэр, откройте. Мне нужно с вами поговорить. Подождите, Бейтс. Буду через минуту. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я не хотел ее беспокоить. Надеюсь, что ничего страшного не произошло. Но хорошо бы быть в этом уверенным. Хорошо, я навещу их. Кстати, это должно остаться между нами. Конечно. И еще, сэр, погода действительно ужасная. Приближается страшная буря. Небо затянуто тучами, темно, как будто сейчас ночь. Я не припомню такой ужасной погоды. Это действительно очень странно. Похоже, будет сильная гроза, да и только. Но спасибо за предупреждение. По дороге в Эшбурри в памяти всплыли слова Бейтса. Только темный силуэт санатория Эшбурри приглушал их. Интересно, что мне удастся узнать о Роберте? Заперто. Это Сэм Гордон. Вы можете меня впустить? Одну минуту, мистер Гордон. Мистер Гордон, у меня для вас ужасные новости. Главврач. Он мертв. Роберт? О чем вы говорите? Здесь были полицейский и детектив. Это ужасно. Как это произошло? Они сказали, что обнаружили его тело на старом маяке. Рядом с телом сидел Джеймс. Джеймс? Он просто сидел там, уставившись в одну точку. Он даже не пытался убежать. Просто продолжал напевать какую-то мелодию. Я бы никогда не подумала, что он может кого-то убить. Где сейчас Джеймс? Куда они его отвели? Куда и положено, назад в его старую палату. Теперь она будет его домом до конца дней. Значит, Роберт мертв. Но если Джеймс его убил, почему он не убежал? Я бы хотел навестить Джеймса. А вы не могли бы проводить меня в главное здание, к его палате? Откуда вы знаете, где его палата? Этим санаторием руководит Роберт, помните? Он сказал мне, где я могу найти Джеймса. Извините, я не сообразила. Что ж, хорошо, я впущу вас. Но после того, что произошло, я не могу позволить вам идти одному. Мне придется пойти с вами. Как угодно. Тогда пойдемте. Вы знаете дорогу, раз вы так хорошо осведомлены. Я буду идти за вами. Нет, только не это! Ждите здесь, я должна позвать доктора. Что случилось? Джеймса произошло то, чего он боялся больше всего. Он не мог вернуться в это место. Кто-то замазал ее. По крайней мере, он умер быстро. По крайней мере, он умер быстро. Я узнаю этот брелок. Ключи Роберта. Должно быть, Джеймс забрал их у Роберта. Нужно тщательно осмотреть палату. Я не могу сейчас уйти. Джеймс написал на стене мое имя. Зачем он это сделал? Это можно починить. Есть течь. Это можно починить. Есть течь. Попытаюсь отодрать замазку. Проклятье. Лезвие сломалось. Ральф, ты меня слышишь? Да, слышу, Сэм. Вы пришли, чтобы навестить меня? Или вы пришли, чтобы навестить Джеймса? Джеймса? Джеймса. Больше здесь нет, Ральф. П-по-почему вы так говорите? Джеймс здесь с-а-а мной. Он-он-он всегда здесь с-а мной. Я слышу его голос. Он не оставит меня на воле. Мне нужно спросить тебя, кое о чем это касается Джеймса. Да, мы с мистером Барби поможем вам. Ральф, когда ты в последний раз разговаривал с Джеймсом, ты помнишь? Да, Сэм. Что он говорил? Он говорил о том, почему он убегает. Мы... может быть... Он был так напуган и так много говорил. Я очень испугался из-за этого. Он продолжал твердить, что он его не убивал. Вот что он говорил. Роберта? Да, его. Что еще он говорил? Он говорил... что-то знает, кто его убил. Знает. Имя. Ты можешь вспомнить имя человека, о котором он говорил? Нет. Нет. Я был напуган. Он еще сказал мне прощай, что мы больше никогда не увидимся. Он не хотел опять попасть в свою палату. Ральф, попытайся вспомнить, о ком говорил Джеймс. Я не знаю. Правда. Не знаю. Затем он перестал говорить и надолго повисла тишина. А мне не понравилась эта тишина. Ну что же, Ральф, я должен идти. Хорошо. Сэм, мистер Бабби говорит до свидания. Ральф в последнем разговаривал с Джеймсом, но больше я от него ничего не узнаю. Что вы здесь делаете? Немедленно убирайтесь отсюда. У вас не может быть здесь никаких дел. Я отправился к старому маяку на скалах Шар-Педжа. Единственное место, где я мог бы что-то выяснить о смерти Роберта. Так вот, где они нашли тело Роберта. Очень темно. Я ничего не вижу. Еще один символ. Я должен зарисовать и этот. Готово. Здесь больше нечего искать. Пойду в морг. Может, Герман узнал что-то новенькое. Вероятно, он не услышал звонок. Попытаюсь еще раз. Он не отвечает. Странно. Я думал, что он дома. Открыто. Посмотрю. Где может быть Герман? Он оставил дверь открытой. И морг тоже. Действительно странным. Я хочу. Как! Скажи. 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 Герман fi mortgage- Что здесь могло произойти? Это выражение в его глазах. Ужасно. Кто мог его убить и зачем? Он сжимает что-то в руке. Пальцы сжались предсмертные судороги, и их нельзя разжать. Он сжимает что-то в руке. Пальцы сжались предсмертные судороги, и их нельзя разжать. Я зажгу лампу, здесь темно. Старый микроскоп. Это то, о чем я думаю? Под книгой несколько пластиковых пакетиков. Я возьму их. Здесь ничего нет. Хирургические щипцы пригодятся. Убийца Брюнетт. Хм. Волосы Джеймса черные, как уголь. Я должен вернуться в санаторий и достать образец для сравнения. Я еще не ухожу. Я должен найти что-нибудь. Убийца Брюотт. Есть. Девушки отдыхают. Кто-то звонит. Я, пожалуй, уйду. Детектив? Мистер Гордон, что вы здесь делаете? Я пришел, чтобы увидеть доктора Германа и... А, понимаю, как это выглядит. Но я все объясню. О чем вы говорите, Гордон? Я не знаю, как об этом сказать. Я нашел Германа внизу. Он... мертв. Что? Я спустился вниз и нашел его тело на столе. Вы уверены в этом? Я уверен в том, что видел детектив. Его обезглавленное тело лежит на столе для вскрытия. Обезглавленное? Я должен немедленно осмотреть это место. Послушайте, Гордон, когда вы нашли его, вы были один? С вами больше никого не было? Никого. Странно, как случайное стечение обстоятельств привело вас к трупу. Он уже был мертв, когда я пришел. Я верю вам. Я знаю, кто за всем этим стоит. Действительно. И кто же? Тот псих, что бежал из Эшбурри несколько дней назад. Кто же еще? А кто еще мог совершить подобные вещи? Вы помните того мальчика? А теперь Герман. Обезображен. Нормальный человек не смог бы этого сделать. Это определенно так, но... Но он повесился в своей палате. Я был сегодня в санатории. Итак, убийца наказал себя сам. Я бы сказал, что это справедливо. Но у вас нет никаких доказательств. Гордон, есть несколько обезображенных трупов. И мадам в полной растерянности. Вам нужны еще доказательства? Нет уж, спасибо. Хорошо, что вы рассказали мне о нем, Гордон. А теперь, пожалуйста, уходите. Я должен спуститься вниз и разобраться с этим. До свидания. До свидания, детектив. Зачем Джеймсу понадобилось убивать Германа? Он его даже не знал. Мне нужно было где-то достать образец волос Джеймса и сравнить их с клочком, который я нашел в руке Германа. Кто там? Сэм Гордон. Пожалуйста, позвольте мне войти. Секундочку. Спасибо. Могу я поговорить с вами? Конечно. Послушайте, меня кое-что интересует. Где тело Джеймса? Что, простите? Не спрашивайте. Просто скажите мне, где оно. Ну, хорошо, если вам так надо. Мы не смогли связаться с доктором Германом. Я не знаю, почему. Поэтому мы оставили тело в старой часовне на кладбище. До тех пор, пока он не прибудет. Но оно не может там дольше оставаться. Его необходимо перевезти в морг. Это все. Спасибо. Спасибо. Занимайтесь своими делами, я занят Возможно, Кочегару это не понравится Он не пустит меня, он увидит меня У меня нет времени, чего вам? Почему закрыта дверь в котельной? Я начал закрывать ее днем из-за этого сбежавшего психа Насколько мне известно, он первый, кому удалось сбежать Заветение пользуется в этом отношении очень хорошей репутацией Они не хотят потерять ее Так и должно быть, психи заходят, но не выходят Не буду вас отвлекать Хорошо Нам не о чем разговаривать Субтитры сделал DimaTorzok Часовня закрыта Что вы здесь делаете? Вас это не касается Да, вы правы, мне-то что? Чего вы хотите? Можно узнать, почему часовня на кладбище заперта? Старая часовня? Я скажу почему Она заперта, потому что там нечего делать А вы можете ее для меня открыть? Нет, не могу Туда, как я говорил, никому нельзя Но ключ от нее у вас? Точно И он останется у меня Мне нужно любой ценой попасть в часовню Как же мне достать ключ? Может, дадите мне ваш ключ? Я скоро его верну А на это время я вам оставлю в залог бумажник Ну, небольшая прибавка к моему мизерному жалованию не повредит Так что скажете? Нет, я не могу это сделать Старшая медсестра может доставить мне кучу неприятностей Если кто-то об этом узнает Плохо Придется мне оставить бумажник себе Не буду вас отвлекать Хорошо Нужно вести себя тихо, чтобы меня не поймали В этот раз я ничего не смогу объяснить Мне повезло Никого нет Нужно воспользоваться этим Пока кто-нибудь не пришел Как же мне получить ключи от часовни? Я должен осмотреться Мне нужно здесь кое-что сделать Плохо Нет запасных ключей Только пара старых резиновых сапог Личные вещи Не буду их трогать Дверь котельной очень горячая Я обожгусь Нужно ее охладить Дверь Clara Мы ensemble Дверь Так Но Не получается Они Дув И Дверь Дверь Продолжение следует... Продолжение следует... Это может привлечь внимание. Теперь можно идти. Продолжение следует... Может, в сапогах я пройду дальше? Надеюсь, дым не попадет в здание. Отлично! Он оставил ключи в замке. Я их возьму. Закрыто. Тело Джеймса. Мне нужны волосы для сравнения с теми, что были зажаты в руке Германа. Мне нужно что-нибудь, чтобы отрезать прядь волос. Я не хочу дотрагиваться до него. Две больших бутылки с хлором. Две больших бутылки с хлором. Мне нужно что-нибудь, чтобы отрезать прядь волос. Я не хочу дотрагиваться до него. Битое стекло. Хорошо, так пойдет. Где бы я мог получше это рассмотреть? Ну, разве что только я вернусь в морг и воспользуюсь микроскопом Германа. Теперь все в порядке. И я могу использовать это. Образцы отличаются. Даже я вижу это. Германа убил не Джеймс. Но тогда кто же? Кто-то с черными, Моррис. Теперь все в порядке. И я могу использовать это. Теперь все в порядке. И я могу использовать это. Морриса здесь нет. Куда же он мог пойти? Письмо. Странные вещи здесь происходят. Все началось несколько дней спустя после похорон старого мистера Гордона, когда его наследник Сэм вернулся в имение. Я понятия не имею, что происходит. Но когда кто-нибудь найдет это письмо, я уже буду далеко отсюда. Мне кажется, что этот следователь хочет повесить на меня убийство Генри. Поэтому я не буду тут оставаться. Уйду, пока есть время. Оставьте себе мою зарплату за прошлый месяц. И не пытайтесь найти меня. Я не собираюсь возвращаться. Моррис. Моррис бежал. Я знал, что ему нельзя доверять. А что, если это он совершил все эти убийства? Добрый день, Гарри. Я бы сказал, скорее вечер. Вы обратили внимание на погоду? Неестественно темно. Да, очень странно. Даже более того. Такая погода ничего хорошего не приносит. Видите ли, я суеверен. Да, я заметил. Ну, хватит о погоде. Здесь всегда уютно. Будете что-нибудь, мистер Сэм? Нет. Я просто зашел спросить вас кое о чем. Я так и думал. Без обид, но вы не самый лучший мой клиент. Гостиница пуста. Где же все, Гарри? Все, наверное, сидят дома. Погода сегодня отвратительная. Я даже не удивлен. Могу я с вами немного поговорить, Виктория? Конечно, Сэм. Что было в здании Эшбори до того, как оно стало санаторием? Не знаю. Меня никогда не интересовало это место. А почему вы об этом спрашиваете, Сэм? Я просто хочу знать. Это не важно. Однажды Роберт обмолвился, что там раньше была больница для больных холерой. У этого здания действительно ужасное прошлое. Вы извините меня, Сэм. Заперто. know мне. Ну, вот так. И благодарите с situated. Unit на 30-к в ритм.